Гимнастиков 90 лет и спектакль, в котором участвуют зрители, в Первоуральский день пожилого человека отметили по-молодецки. Как именно, расскажем в сюжете. Последние штрихи. Родители, кажется, волнуются больше детей. Сегодня артисты выступают перед теми, кто старше их в разы. Концертом в Первоуральске отмечают день пожилого человека. Во дворец культуры новотрубного завода пригласили более 500 металлургов, ветеранов ПНТЗ. Я благодарен каждому из вас за вашу преданность родному предприятию, за то, что вы есть, за то, что вы создавали те традиции, которые сегодня бережно сохраняются в компании. Поддерживать бывших работников для руководства новотрудного – традиция. Сегодня под опекой заводского совета ветеранов более 10 тысяч человек. Они ежегодно получают материальную помощь к праздникам, льготные путевки в санаторий, могут пройти лечение в заводском медцентре. Еще посещают театры, ходят на экскурсии и концерты. Сегодня, конечно, я пришла на этот концерт, постречаться с рабочими, с пожилыми людьми, пообщаться. Это очень важно. Я проработала 50 лет на заводе. Пришла я туда 18 лет. А на этой сцене в день пожилого человека школьники играют для своих сверстников. Театр-студия «Три апельсина» показывает необычный, а интерактивный спектакль. В нем участвуют и зрители. Ребята, давайте договоримся. Если Алеша спросит, что ему нужно делать, вы все дружно скажете. Пойди туда, не знаю, куда принеси, кто не знает, что. Представление благотворительное. На вырученные от таких спектаклей средства – это порядка 50 тысяч рублей – намерены купить подарки для пенсионеров. Поздравить волонтеры хотят подопечных центра «Осень» и постояльцев «Богадельни». Организаторы намерены устроить благотворительный марафон. Есть люди взрослого поколения, пожилые люди, и мы хотим рассказать школьникам о том, что о них нужно заботиться, помогать им, помнить, что не только в день пожилого человека, но и в течение всего года о них нужно помнить и заботиться. Она с легкостью меняет туфли на кроссовки. В день пожилого человека Тамара Денисова пришла не на концерт, а на гимнастику. В группе «Здоровье» для пенсионеров она самая старшая, ей 90. Я прихожу сюда, чтобы продлить свое здоровье, чтобы прожить подольше на земле, пообщаться с людьми, чтобы не чувствовать себя одинокой. Сейчас в группе «Здоровье» больше 30 человек. И хотя мужчин здесь нет, одеваться пенсионерки предпочитают нарядно. Решили доказать и себе, и окружающим, на пенсии можно жить ярко. Ну, чтобы себя в форме держать, здесь очень много друзей, очень много получаешь положительных эмоций. Выйдя на пенсию, она решила поработать на благо других. Руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» подсчитала, в год сюда поступает около тысячи обращений от первоуральцев. Половину вопросов удается решить. Во-первых, не тот характер, чтобы сидеть дома, а во-вторых, опыт прошлых лет имеет право кому-то передаваться. Анна Даровских отмечает, не зря до этого 15 лет проработала в управлении соцзащиты. Опыт пригодился в общественной деятельности. По сути, стезя та же самая – быть полезным другим, даже если в документах значится «серебряный возраст». Жанна Журавлева, Алексей Вербицкий, Евгений Шилов. Новости. Первоуральск.